В одной из самых крупных стран мира сворачиваются 10-12 миллионников. И не то, что сельские территории, не то, что загородные проекты, малые города становятся неректабельными и затратными. И нужно подумать, как их сворачивать, потому что они ВВП теряют, и бюджет неэффективно тратится, и непонятно, что с ними делать. Задумка такая. Почему так происходит? И как начать раскапывать вот эту яму, которая сложилась с загородными проектами и сельским хозяйством? Мы сегодня, ни госполитика, ни потребитель, в принципе, не учитывая те внешние эффекты положительные, которые дает сельское хозяйство, сельские проекты для страны. То есть, поскольку мы думаем, что картошка должна стоить 6 рублей, и мы в эту цену не закладываем семьи, которые живут, не закладываем красоту, которую в Швейцарии, в Германии не закладываем с производства населения, ничто, не рассматриваем соседние эко-поселения, которые благодаря этому развиваются. Соответственно, все ресурсы, когда мы не оплачиваем, все ресурсы вымываются из сельской территории, неминуемо. И любая поддержка, любая наша оплата, но не особо эффективна, потому что эти деньги, там рубль заходит, то есть поддержки 10 выходит через ДСМ, через топливо, через налоги. Получается такая попытка наполнить бассейн, в котором течет. То есть, мы пытаемся, 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 хорошо, но поскольку смотрим только на вершину айсберга, у нас не получается. Вот внешний эффект из сельских территорий, загородных проектов. Это не только продукты, это и биоэнергетика, это и воспроизводство, что самое важное, здорового и творческого человека, который растет не в 20-этажке, где детского двора, вообще уже не только такового, а есть двор для машин. И так далее, я не хочу там нагнетать, все это знаете. Это и туризм, и отдых, это и воспроизводство культуры, традиции, где легче воспроизводить Макдональдс. И Кока-Кол, где легче производить какие-то, как мы здесь видели, какие-то традиции и домостроения, и быта, и семейственности. Разные подходы. Когда мы начнем это ценить, и начнем это понимать, вкладывать в цену и свое какое-то внимание, совсем другая будет удача у проектов. Кстати, мы очень часто ругаем США, Запад, Европа, они это все давно уже внедрили, применяют, осознали, там более 50% бюджета Евросоюза ставится на поддержку сельского хозяйства и, в первую очередь, сельских территорий. То есть они готовы специально доплачивать, лишь бы засаживались в поля, лишь бы было красиво, лишь бы фермер там жил и не выходил. Они готовы даже, когда у них при избытке продукции урожая, доплачивать, чтобы фермер не выращивал, а просто поле засадило для кресты, но никуда не выходило. То есть он на таком уровне видит в этом ценность большую. Ну, это вот такое шуточное, да, про внешний эффект сельского хозяйства, теоретический эффект, что село — это не только село, продукты — это не только продукты, а то много, чтобы сегодня как бы в городе, да, если рядом на фитнес, там и на солярик, можно в одном месте решать очень хорошо. Последствия, да, что мы имеем, когда мы не учитываем сельское хозяйство, сельские территории, загородные проекты. Вот полная занятость, да, в России, в городах уже много каких безработиц. Ну, в сельском месте, вот сегодня я общался с людьми своих поселений, там тяжело представить, что в сельском месте могла бы быть, вот если работа по нормальной макроэкономике была труда, была безработицей. Что бы там не было дела, человек не мог себя применить, какое-то творчество хотелось заняться. Да, вот это абсурдно. Уровень развития фармацевтики, да, сегодня практически ни одно заседание 17 США не начинается с вопроса о медицинском бюджете, о системе здравоохранения, сколько расходов тратить на бюджет, на фармакологию. То есть сегодня уровень потребления аптек зависит от того, что мы едим, где мы отдыхаем, живем мы в Миналопольском сагарном проекте. Ну, экологический кризис, понятно, миграция, то же самое, когда у нас нет воспроизводства своего населения, нам приходится, когда у нас с одной стороны в деревне люди не могут сбыть свою продукцию, что-то делать, мы завозим у кого-то мигрантов и восполняем труды ресурсы в городе, которые говорят, на что работают. Вот как поддерживают фермеров, ну, такую короткую нарезку сделав США. Да, то есть заплати фермеру сейчас или доктору потом, выбирай. То есть я понимаю, что сельскохозяйственных продуктов гораздо больше, чем просто взял и поел. Как у нас на фермерах, картошка, био, 9 рублей, на рынке 8. Вы что, не ели со своей зеленой сертификацией? Мы не будем за это платить. Да, вот к гипермаркет, пожалуйста, адресная поддержка фермеров сельских проектов в большом комплексе. То есть это даже не маленький органика-биомагазин. Адресным нужно определять в семье сотрудничею. И здесь покупатель, приезжая сюда, он не просто покупает продукт, он соучаствует, он голосует за этот проект, он поддерживает семью, он реализует еще свои потребности в пирамиде, помимо просто насыкился, но еще соучаствует в что-то интересное, полезное, общественно значимое. То есть это совсем другой уровень маркетинга. Ну вот это тоже коротко комплексный подход к сельскому хозяйству, что это и внешний вид, и тот, где развивается человек, и финансовая система здесь важная, и вопросы семьи, воспроизводства населения качественного, и эстетика, и здоровье людей, и продукты. То есть мы пока это не очень ценим, не очень понимаем, думаем, что как-то это само можно все развиваться, пока в городах будем что-то делать. По поводу кооперации. То есть ту стену, которую я на первом слайде показывал, как ее можно решать с помощью кооперативных механизмов кооперации. То есть когда существует стена, мы не можем, сельские проекты загородно не могут найти себя с городским миром. Кооперация же позволяет объединить ресурсы и взаимодействуемо усилить ресурсы города и деревни. Потому что сегодня поселение не хватает людей, не хватает финансов, не хватает информационной поддержки, обучения, вообще внимания. Проградат всего много, но он не знает, куда применить, как это делать. Ключевой аспект кооперативной схемы – то, что идет некий паралитет из праведливого распределения ресурсов в этой системе. Почему? Есть агрохолдинги. Агрохолдинги тоже объединяют с сельской территорией города. У них тоже есть скочка от зернышка до магазина. Но внутри даже холдинга зарплаты разные, образовательные уровни тоже разные, обучения разные. То есть мы также воспринимаем по сути сельское хозяйство как колонию. Многие говорят, фермеры, такая шутка ходит, что прошение Путина Владимира Владимирович включить наш, пожалуйста, фермер в состав Российской Федерации. Да, включите состав Российской Федерации. То есть какие механизмы этого включения? Сейчас очень широкие существуют по продуктам. Это организация, допустим, как этот, различных фестивалей, семинаров в сельских территориях. Это рестораны местные, это туристические комплексы в селе. В городе это что могут быть? Это могут быть бытовые структуры по реализации товаров и услуг поселения, и туристические туры, и ремескла, и образовательные программы, которые предлагают население. То есть все то, о чем было рассказано в первом докладе, что масштаб деятельности экопоселения широкий, но как его донести до других людей, как его, так сказать, позиционировать на рынке и продать. Кооператив помогает. Потому что фермер или человек в загородном проекте, он не может постоянно быть в городе, и не может там всем заниматься. Эту часть будут на себя берут представители кооператива в городе. Кооператив по сути является объединение малых органов хозяйствования, малые проекты, обеспечивая некую эффективность от масштаба. То есть в чем проблема агрохлодинга? Большие, много ресурсов, многие задачи могут решать, но при этом нет какой-то индивидуальности малых проектов, заботы о природе, какой-то даже той малоэффективности и экологичности, которые есть. Проблема малых форм в том, что они маленькие, они по отдельности не могут. И логистические задачи решить по хранению, по переработке, по обучению. Кооператив позволяет на приятных началах объединять малые формы и образовывать более крупные структуры, которые решают вот эти задачи. Собственно, по всему миру этот механизм используется в той же Европе. Там более 50% сбыток продукции фермеров реализуется через кооперативы. Там кооперативы напрямую конкурируют с торговыми сетями. Их господдержка, и покупатели многие делают акцент именно на кооперативные механизмы. Вот, допустим, кооперативная схема на примере Иван-чая. Поскольку Иван-чая мы занимаемся, не понаслышке знаем этот вопрос. То есть, вот, допустим, есть малые хозяйства. Производят могут даже в разных областях, вот как у нас есть. Заготавливают Иван-чай. Им всем нужна общая переработка, сушка, фасовка некая, продвижение, доставка, допустим, в города или в зарубеж даже. И в городе их подхватывают кооперативные магазины, кафе, кооперативные фермерские рынки, которые эту часть на себя берут. Соответственно, по всей этой цепочке максимальная прозрачность информации и распределение рентабельности. И потому что торговые сети же тоже закупают продукцию у сельхозпроизводителей. Но какая цена приходит в село? Возвращается. То есть, из тех 20 рублей, которые стоят на полки, сколько идет, возвращается в село? 5, 4, 3, 2 и через сколько? Допустим, в кооперативе «Семейный капитал» в Питерском, я дальше вам расскажу, там рубль с магазина через два дня уже оказывается в деревне. А в торговой сети оплата 5-6 месяцев идет, и то с возвратом. То есть, это чуть другие принципы. То есть, схема ничего нового, в основных принципах идет циркуляция, взаимодействие. Вот несколько примеров. Я обозначил проблемы, какие-то реперные точки расставил по причинам их истинным и что делать. Сейчас вот те примеры, которые люди как уже делают, как реализуются в каждом своем масштабе. Это вот Владимир Лысов, он или четыре с нами познакомился назад. Пришел, у него там был долг проявили миллиона, все, уже в кредитах он потонул, говорит, все, я не могу оплачивать, он почивало. Мы помогли ему финансировать долг, и вот на первой выставке он участвует в крупнейшей выставке «Ладья». Сейчас у него продукции практически… у него сейчас уже меда не хватает. То есть он уже не спевает, мы им решили полностью вопрос избыта. И пример копириации. Он занимается своим делом, мы им помогаем здесь с наладкой всех процессов. Вот Михаил Митилер «Вятский Иван-Чай». Тоже где-то 5 лет назад мы с ним познакомились. Он производил в районе меньше тонны чая, где-то килограмм 300-400, не мог резать свой урожай. Мы пришли, полностью закрыли ему сбыт, и вот сейчас он более чем 15 раз увеличил производство и прибыль. В продукции, соответственно, много людей получают зарплаты в сезонных работах на заготовке. Он, по сути, стал неким центром франшизы «Ван-Чай». Обучил очень много других производителей. За ним, как по цепочке, поросли другие семена. И по всей России сейчас он дал дело по сертификации, по технологии, по прорудованию. Сейчас уже идет речь об экспорте Европы, США и другие страны. Это, пожалуйста, продукция фермеров в Манежная площадь, Москва. Там, где были беспорядки, там можно проводить ярмарки, фермерские проекты. Уже третий год подряд будут проходить. Вот сейчас тоже мы уже участвовали. Все фермеры могут участвовать напрямую. Аренда – 0 рублей. Огромная господдержка. Пожалуйста, все могли подавать заявки и участвовать. Мало было людей и фермеров. Почему? Потому что некогда этим заниматься. Некогда заниматься, некогда приезжать, некогда информационно. Это все отслеживать. Это на себя берет попередик. Те участники, кто у нее ходят, помогают им утриализовывать. Было 400 таких палаток по центру Москвы на протяжении двух месяцев. Сначала говорят, Рождественская ярмарка, когда такая же под Новый год. В принципе, малые формы хозяйственных в экопоселениях, они только за этот период могут реализовать свою продукцию. Иван-чай, мед, травы, ремесла и закрытие. Какой-то вопрос, чем бы он год занимался, могут делать. Это вот что уже просто есть сейчас, физически. Не говоря о том, что такие можно реализовывать. Это Курская-Коренская ярмарка. Выезжали тоже с продукцией с Ванчаем, другим. Крупнейшая, сотни тысяч человек, посещаемость. Никто не мешает участвовать и другим загородным проектам в таких вещах. То есть, возможностей очень много последовало. Сегодня были вопросы. Просто заниматься, подключать опыт от людей, партнеров, кто это знает. Конечно, если так заходят, приезжают. Что, куда, куда развеют. Тяжело. В этом есть кооперация. Это вот День города в Москве, на Тверском бульваре. Это очереди как раз за медом и за чаем. Пожалуйста, большая популярность. Известно с многими думают, что там экопродукты. Это еще пока не готовые люди. Все нормально решается. Это вот недавно, буквально, люди занялись в Вологде и Иван-Чаем. Меньше года назад. Вот уже, как видите, Жириновский. Тут министр Суставин Ткачев. Здесь Медведев не поместился. А это вот Солдовский шейх, который просит участвовать в Иван-Чае в их огромной выставке. Да, вот как шаг там меньше года. Пожалуйста, делать. Тут же так же может быть мед какой-то, травы, любые вещи. Пастила какая-то. Это вот открывающиеся магазины и рынки. Никто не мешает. В принципе, сейчас очень много в Москве торговых площадей. Со сниженной ставкой аренды, да. И тема продуктов сейчас все очень рады резидентам продуктовым в условиях разговоров про это замещение. Пожалуйста, открывайте. Фермерские рынки открываются постоянно. Участвуйте. Есть формат как ежедневного участия, так и на выходных. В формате выходного дня. Вот. Это внизу. Это огромный праздник урожая в фермерские. Лавка-лавка в Химках. То есть они стали партнерами с медными, с кем-нибудь крупным холдингом, да. Которые сейчас будут строиться. 1 декабря открывается фермерский рынок в Химках. Дальше будет теплый стан и все другие проекты. Вот вам, пожалуйста, напрямую фермеры участвуют. Доступ прямой. Это вот коротко магазины, которые появляются. Их очень много. Было бы желание. В принципе, сейчас интернет позволяет разрешать вопрос с раскруткой мест, с находимостью. Вот очень важный пример. Санкт-Петербургская компания. Кооператив «Семейный капитал». Это вообще уникальный опыт в России, которого нет. В принципе, в мире тоже мало кто таких структур, которые достигли таких целей. В чем особенность? Вот они сейчас открыли сеть магазинов сегодня. От зернышка до прилавка у них концепта. То есть у них свои семена, свои заводы, производство молока. У них, главное, молочный продукт. Своя доставка, своя переработка и своя сеть в различных магазинах. Я про них рассказывал. У них через 2-3 дней выручка с города попадает назад в деревню. Зарплаты, горе зарплаты у них в сельское место сопоставимое с городской. В инвестиции, как они решили вопрос с доступным кредитом? То есть население сейчас две самых главных поверхностных вершины Альберга проблем. Это сбыт и кредит. Грубо, если совсем. Все, кто занимается, говорят, слушай, ребят, помогите нам со сбытом. У нас завтра вся деревня выйдет на заготовку. Мы здесь завалим вас продукцию. Или дайте нам денег, мы сейчас эту переработку сделаем. Нефигат не хватает денег. Сбыт кредит, условно, матрица такая. Вот они кредит решили, создали сеть кредитных кооперативов в России. Кредитные кооперативы, это, по сути, касса взаимопомощи. Привлекают сбережение населения, пенсионеров, часто в Питере в основном. И все эти деньги вкладывают в развитие молочных производств сельских территорий. То есть они напрямую говорят, что вот вы приходите, вы, тетя Маша, благодаря вам развилось молоко в Корее, в Университетском области. Вот смотрите, сходите в магазин, благодаря вам появилась эта бутылка. Другая мотивация, другая соучастие в этих проектах. Абсолютно другое. Плюс сейчас они подключают по кооперативной схеме малые формы хозяйства. Кто-то там животных выращивает им, кто-то овощи. И сейчас они переходят, стараются вводить органические методы хозяйства. Беспактную технологию для малых проектов, термокультуру вводить. То есть тоже специалистам нужно это делать. То есть вот уникальная вообще вещь. По Питеру в сеть магазинов есть вообще что-то. Вот немножко по поводу кооперативного взаимодействия. И что можно делать по маркетингу для развития загородных проектов. Чтобы не наступить грабли. Это инструмент совместных покупок, товаров и услуг. Я сейчас говорю про продукты, но эту матрицу можно перекидывать в том числе на туризм, на сельское образование, на лаковорковские рестораны. И рестораны с местной едой на кафе и другой главный принцип. То есть здесь у нас включается что? Справедливая торговля, разумное потребление, экономика участия. То есть каждый человек становится участником общего дела. В Москве, допустим, в Питере очень большая проблема, что человек где-то работает, где-то получает деньги. Но себя соучастником чего-то полезного, интересного, важного, что многие большую цену списают, он не чувствует. Здесь же он может в этих всех вопросах поучаствовать. Как просто с потреблением, так и с трудовым участием из реалии. Допустим, там есть целая сейчас волна кооперкиров, где по очереди люди снимают аренду помещения, по очереди там работают за прилавком, на логистике, на разгрузке. И так, по сути, решают продовольственное снабжение целых районов. То есть это дается за счет заметных покупок и инструмент предоказа снизить расходы и себестоимость продукции в экологический след. Соответственно, сэкономить и для фермеров издержки по продвижению, и для потребителей издержки по привлечению качественных продуктов. Что особенно важно сейчас в органическом секторе, потому что пока эта волна только растет, органическая продукция в качестве себестоимости высокая. И чтобы снизить этот уровень, да, это очень помогает. По поводу важности кредита и развития многих проектов, да, они очень большую долю составляют. Поэтому очень много в развитии сельских территорий, сельских проектов сегодня связано с макроэкономикой, с тем, как мы наладим экономику этих проектов. А в том числе через проекты краудфандинга и краудсорсинга. Да, многие очень сейчас уже собираются напрямую, финансируются в обход всех этих дорогих банковских схем. Ну и, конечно, тут нам надо самим тоже все подключиться, потому что мы любим об этом философом говорить, но какое-то наше соучастие, да, какой-то наш вклад, он не всегда большой и можем улучшить. Вот, соответственно, это тоже по поводу голосования рублем. Наш опыт сегодня имеет очень огромную силу, да, и мы голосуем не раз в четырех год на выборах, а каждый день покупаем что-то в магазине, потому что труба идет на конкретные зарплаты, на конкретные проекты, и куда он попадает, и что после него. Развивается и растет, да, очень важно. Все, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю, Артура. Есть какие-нибудь вопросы, как у нас? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ